С момента той страшной трагедии прошло вот уже без малого два года. 25 декабря 2016 ранним воскресным утром самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем неподалеку от Сочи. Самолет направлялся из Адлера в Сирию. Авиакатастрофа унесла жизни всех, кто находился на борту – 92 человек, в том числе и директора Международной общественной организации «Справедливая помощь», врача-ренематолога Елизаветы Глинки, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих, журналистов, экипажа. В тот день в командировку направлялся и корреспондент телеканала «Звезда» Щелковиц, выпускник школы номер 3 Павел Обухов. Павлу было 25 лет. Он закончил только университет с красным дипломом. Работал с первого курса. У него были большие планы на жизнь. Он хотел делать сюжеты, снимать, любить, творить. Глаза горели всегда. В Щелковской школе номер 3 собрались близкие Павлу Обухову люди, его родные – учителя, одноклассники, коллеги. Также пришли учащиеся учреждения, районные власти. В этот день в память о нем прошла церемония открытия мемориальной доски. Теперь имя талантливого журналиста Щелковца увековечено в стенах родного ему учреждения. Такие журналисты, которые докапываются до последней мелочи и показывают истинность происходящего, большую помощь оказывают России в информационной войне. Очень жаль. Большое горе. Родители школы воспитали настоящего профессионала. Воспитали неравнодушного человека, у которого в сердце живет справедливость. В своей работе он отдавал себя целиком, изучая детально каждые вопросы. Это качество пристального внимания каждой мелочи преобладало в нем еще со школьной скамьи. Любознательный парень. Он мечтал стать журналистом с юных лет. Мы увековечиваем сейчас Пашу в мраморе, а ведь он не был бронзовым героем. Он просто был очень светлым человеком, очень любопытным и, не знаю, к счастью или к сожалению, очень смертным. Он вообще ничего не боялся. Здесь, в Щелковской школе номер 3, Павел впервые сел за парту. Отучился до 11 класса, здесь же и прошел его выпускной. Теперь же память о талантливом журналисте, искреннем и неравнодушном, при этом скромном парне, каким его запомнили близкие люди, хранит и музей учреждения. Был очень добрым душой, поэтому лично я всегда к нему тянулась. Конечно, я чуть ли не каждый день захожу на его соц. странички, но просто до сих пор не верится. Мне кажется, что он войдет в класс, я увижу его, эти умные, все понимающие глаза, и мы с ним будем говорить о его планах на будущее, о том, что он сделал, где он побывал.